Среди бухарских евреев я красивее Тамары не видел. Это красавица. Если в то время был в движении мисс Красавец, она обязательно была миссом Красавицы. Это действительно удивительная, красивая женщина. Она не только красива внешность, это настоящая красавица сутрии. Скажите, кто после войны молодая красавица, оставшись молодой, 40-летней девушкой, 40-летней женщиной, красавицей, 50 лет сохранила память о своем муже. Вот именно эта Тамара, именно она сохранила память о своем муже. А муж ее, Яша Ильяев, он тоже под стадии был красавцем. Недавно, мы должны были в прошлом году отмечать столетие его рождения. А он умер в возрасте 50 лет. Вы понимаете, он не даже половина возраста своего. Половина возраста. И вот 50 с лишним лет Тамара хранила память такого замечательного человека, как Яков Фиромич. По воле судьбы Тамара с Яшей не имели сыновей. У них родились четверо прекрасных ночей. Тамара пережила Дедак Доли Фарданде. Дай бог, никто не видел этого воли. Ее старшая дочь Надя скончала в очень молодом возрасте. Будущая замечательная пианистка, музыковедка, она скончалась в молодом возрасте. И Тамара сумела переселить себя и продолжать жизнь. Это нелегкая вещь. Нелегкая вещь. Почему я говорю? У нас говорят. Занк, но это асиль боже. Именно эта женщина, асиль. Настоящая асиль. Здесь она долгие годы прожила в Армении. Как мы сейчас замуж? Она сама каганская. Как только вышла замуж, она жила в Аргаме. Она очень близкий нам человек. Очень близкий человек. Тамара сумела воспитать своих дочерей. Как вам сказать? Вот здесь сидит, вот стоит дядя Франк Али. Али Шинхай. Я вам скажу. Он следил за своей тёщей, как за своей родной матерью. Вы не думайте, в последние годы Амара очень тяжело болела. Это, между прочим, такой домот, как Алик, скрывал эту болезнь. Он, понимаете, следил за ней, как за родной матерью. И никто, понимаете, никогда в тебе вас бережат, пока у тебя не брошу. Спасибо. Спасибо.